Друзья, привет! Я снова снимаю на балконе, даю этому месту еще один шанс. Надеюсь, что посторонние звуки не будут нас сегодня отвлекать. Постараюсь побыстрее сделать это видео, потому что здесь очень душно и закрыло все окна. На улице видит огранцев 30, наверное, поэтому надеюсь, видео получится не очень длинным. Сегодняшнее видео я назвала «Как стать автором своей жизни» и вдохновила меня на эту тему моя любимая книжка на настоящий момент. Книжка «Ежедневник». Книжка, такой мотивационный скетчбук под названием «Час или никогда». Автора Элик Крачли. Я вам уже делала обзор на этот ежедневник, я оставлю внизу ссылочку. Было одно очень прикольное упражнение, которое я выполнила. Я также сделала пост в своем блоге ВКонтакте, чтобы вы его тоже попробовали. По-моему, реально прикольное, творческое, классное. И вот таких упражнений, в принципе, в интернете я не видела. И на самом деле я люблю всякие такие, знаете, психологические тесты, всякие такие штуки, которые позволяют лучше как-то понять себя, немножко углубиться в собственное самопознание, саморазвитие. Но главное, чтобы они были интересными. Вам нужно обязательно взять ручку и чистый листок бумаги или ежедневник, какую-нибудь тетрадку, то, на чем вы будете писать. Максимально расслабиться и, как говорится, получать удовольствие от процесса. Делайте чашечку чая или кофе. И в целом, чтобы никто вас не отвлекал, никто не мешал вам заниматься этим приятным делом. И поехали. Вам нужно будет ответить на несколько вопросов. Отвечать можете как угодно. Коротко, развернуто, большими фразами или более односложными предложениями. То есть, не имеет никакого значения. Важно, чтобы вы были искренними собой, чтобы вы проявили некоторую толику фантазии и порылись немножко в своем подсознании. И первый вопрос. Зазовите героя, просто героя, на которого вы хотели бы быть похожим. Герои, которые вызывают у вас очень приятные эмоции. Он может быть кем угодно. Это может быть живой человек. Герой рассказов. Герой какой-то книги, фильма. Это может быть любой человек в этом мире. Может, даже не человек. Это какая-то личность, какое-то существо, которое вызывает у вас теплые эмоции и черты характера, которые вы бы хотели перенять или просто немножко стать похожим на него. Кто-то прям с хобби называет конкретного человека, конкретную личность. Кто-то формирует более такие размытые понятия и наделяет эту личность, которая может быть даже быть вами, ну, может, как-то в будущем, или в более идеальном таком отношении. Все зависит от вашей фантазии, от вашего желания, от ваших личных предпочтений. Неважно, кто это будет. Это такие простенькие задания. Вам нужно написать, какой самая любимая глюда и напиток этого героя. Что ему больше всего нравится. Третье. Какой любимый предмет у этого героя? Предмет, конечно, вопрос звучит немножко странно, но он опять-таки может ответить на большое количество вопросов, которые вы можете задавать самому себе. Ну, например, человек, который увлекается писательством, скорее всего скажет, что это ежедневник или ручка. Человек, который рисует, скорее всего скажет, что это иная мольберт или карандаш или краски. Человек, который фотографирует, сто пудов скажет, что это фотоаппарат, без которого он не может обойтись. И проанализировав то, что вы назовете, как раз-таки будет характеризовать вашу склонность к чему-либо. И это поможет вам ориентироваться вдаль. Далее, про качества, которые присущи этому человеку, я уже рассказала в первом пункте. Я решила как бы их немножко сделать общими. То есть всю характеристику, даже внешний вид можете указать. Вы пишете в первом пункте. Также укажите, чем увлекается ваш персонаж, на которого вы хотите быть похожим. Есть ли у него какие-то хобби, есть ли у него интересы. Обязательно это укажите. Последнее, что очень важно. Каких людей ваш персонаж, ваш герой очень любит? Какие люди ему близки? Опять-таки, это могут быть какие-то конкретные люди. Это могут быть просто качества характера. Каким людям тянется этот персонаж? Какие люди представляют для него интерес? И какими людьми он бы хотел себя окружать? Соответственно, какие люди... Мне нравится этому персонажу. Какие бы он хотел избегать? Какие люди ему абсолютно не нравятся? Грубо говоря. Что, друзья, написали, перечитали, получили от этого большое удовольствие? Конечно же, умные зрители, умные читатели сразу же догадались, к чему все это. Безусловно, хоть это все завуалировано в форму такой интересной игры, творческого задания. Как только вы перечитаете, вы сразу поймете, к чему вам стоит стремиться, на что обратить внимание. И понять, какие-то, может быть, проблемы у вас присутствуют в принятии себя. Например, если все качества абсолютно, знаете, противоположны вам. Не знаю, что вы противоположны. Вот вы сейчас находитесь вот в таком положении, вот в этом состоянии. А то, что вы написали, находится где-то выше и очень далеко, но вы хотите к этому стремиться, то это, ну, да, обозначает, что вам предстоит очень колоссальная работа над собой, чтобы приблизиться вот-вот к этому пространству, которое вы для себя обозначили. Что касается меня, друзья, я немножко раскрою карты, хотя никакой конкретики давать не буду. Ну, скажем так, я нахожусь вот здесь. Тот, к чему я стремлюсь, находится, ну, конечно, не очень высоко, но примерно вот так вот. Да, то есть мне еще надо расти и расти. И единственное, к чему я более-менее приближена, то это к любимому-любому своему персонажу. Друзья, обязательно попробуйте это интересное упражнение, станьте автором своей жизни. Обязательно, если я найду что-нибудь подобное, мне очень нравятся такие штуки, я буду делиться в своем бложике, в своем инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь, не пропускайте ничего нового и интересного. Если у вас есть какие-то запросы на следующее видео, пишите в комментариях, пишите, что у вас получилось, если это не какой-то большой секрет. В свою очередь я попробую тоже сделать пост в ВКонтакте, напишу о своих результатах, о своих мыслях, потому что, ну, почему бы и нет. И скоро уже увидимся в следующем видео. Пока-пока.